Ну что же, я считаю, что вечер у нас идёт, так сказать, нормально. Мы забыли одно очень важное обстоятельство, которое, я думаю, что просто в своё время потрясало почти всех наших любителей и болельщиков. Это я говорю о футболе, а? Правда, я почему-то вижу здесь не очень такие восторжные лица. Я лично должен вам создаться, что ужасно люблю футбольные состязания. Я ужасно люблю. Вы знаете, мне нравится, мне нравится это, когда ворота команды, понимаете, забивают гол, и ты кричишь «Ура!». Вот это я безумно люблю. Вы знаете, я вам должен сказать, там, конечно, есть свои неприятности. Я, например, однажды сидел, со мной сидел болельщик из другой команды, за другую команду, и он почему-то кричал всё время «Давай, давай!» и бил меня портфелем по голове. Вы что же думаете? Что же вы думаете? Я обиделся на него? Ничего подобного. Ничего подобного. Я ему просто отвечал тем же, честно говоря. Да, я лично люблю футбольные состязания. А вот моя жена почему-то не любит. Я вам даже больше скажу. Когда, скажем, в субботу вечером, я говорю, жёнушка, ты читаешь газету, посмотри, пожалуйста, какая завтра будет погода. Вы что думаете? Она мне отвечает, какая завтра будет погода? Ничего подобного. Она начинает моментально жужжать, как пчела. Зачем тебе погода? Зачем тебе погода? Чтобы завтра опять ехать на этот проклятый футбол? Завтра единственный день, когда мы все вместе можем посидеть дома, ты обязательно едешь на этот, чёрт, вы... Ну, скажите, пожалуйста, что же мне, заядлому болельщику остаётся делать, как не пускаться на хитрость? И вот однажды я говорю моему пятилетнему сыну, сын мой, мальчик мой, ути-бути-бути. Слушай, сын, ты хочешь заработать две монетки? Он говорит, ага, хочу. А что для этого должен сделать? Ничего особенного. Вечером, в субботу, когда мама придёт с работы, пожалуйста, начни визжать, кричать и требовать, чтобы в воскресенье я тебе взял на футбольное состязание. Понял? Он сказал, ладно, будет сделано. Давай аванс. И вы знаете, на другой день точно, как будильник, раздался голос моего сына. Я спрятался за газету и делал вид, что я дипломатически делал вид, что я читаю. Папа! Давай, 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 давай. Папа! Жена моментально подняла голову. Слушай, неужели ты не видишь, мальчик тебе хочет что-то спросить? Я напустил на себя отцовскую строгость и говорю, ну чего тебе? Давай, 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 давай. Папа! Ну что ты кричишь? Что ты кричишь? Папа, я хотел, чтобы ты завтра взял меня на футбольное состязание. Сын. Во-первых, туда таких маленьких мальчиков не берут, это раз. А во-вторых, я завтра сам уж не поеду на этот чертов футбол. Жена моментально подняла голову. Почему ты не поедешь на футбол? Если тебе надоел футбол, то ты что, не можешь взять туда мальчика? Я сказал, женушка, но, никаких но. Возьми завтра сына и отправляйтесь на футбол. Хитрость, хитрость вышла. Мы поедем на футбол, на футбол, на футбол. Мы поедем. Хитрость вышла у меня и на следующую субботу. А вот на третьей субботе я напоролся. Я долго заставлял себя упрашивать и, знаете ли, переборщил. Жена долго слушала мои отказы, а потом сказала, сын, сын, не плачь. Я всегда говорила, что твой отец неисправимый эгоист. Завтра на футбольные состязания с тобой поеду я, а ты будь любезна, оставайся дома, готовь нам обед и мой посуду. И вот с тех пор, каждое воскресенье я сижу дома, а жена с сыном идут на футбольные состязания, потому что после первого посещения футбола она стала тоже заядлой болельщицей. Вот это вот на языке футболистов и называется гол в свои собственные ворота.